ТЕМА 809 ВИНТАЖНЫЕ ДУХИ Если кто-то до сих пор ещё не верит, что наш человек на ЭТСИ Может неплохо зарабатывать, продавая винтажные вещи, то вот вам реальный пример. Некто Слава Ромянцев Из Москвы продаёт на ЭТСИ ВИНТАЖНЫЕ ДУХИ Оказывается, есть и такой вид товара. Вот его страничка на ЭТСИ, ЭТСИ, КОМ ШОК МАЙ СЕНТ За 10 месяцев у него 84 продажи. Для кого-то это, возможно, не так много. Но учитывая стоимость винтажных духов, 70-350 долларов за флакончик, вполне неплохо. Тем более для начала. И это при том, что продавец очень скудно описывает свой товар, и даже не в каждом названии товара содержится самая важная фраза. ВИНТАЖ ПЕРФЮМ ВИНТАЖНЫЕ ДУХИ Если бы он свои духи описывал более полно, у него продаж могло быть намного больше. Что такое винтажные духи? А почему духи вдруг стали винтажными? И почему на эту древность такой спрос? Я давно подозревала, слышала намёки, а теперь и прочитала в интернете, что это все от того, что современные духи стали делаться исключительно на синтетической основе. В отличие от тех, что выпускались несколько десятилетий назад, их делали на основе натуральных компонентов, и поэтому у них был такой стойкий аромат. Именно поэтому винтажные, читай, настоящие духи ценятся выше современных синтетических, полученных в химической лаборатории, где сегодня можно взять винтажные духи для перепродажи. Наверное, у населения, поищите, поспрашивайте, а я подскажу вам, как их лучше продавать на Etsy, на будущее. Чтобы знать, как лучше продавать те или иные товары, смотрите, как их продают самые успешные продавцы. Берите с них пример и не ошибётесь, ведь успешными продавцами становятся не за красивые глаза или бархатный голос, а за использование правильных и эффективных методов продажи. Иногда одна мелочь может увеличить количество продаж в 300 раз. Например, в своём исследовании успешных продаж мужских косметичек я обнаружила, что главной причиной грандиозного успеха продавца после года вялых продаж стала всего-напросто смена фотографий товара. Когда рукодельник вместо фотографирования одной своей сумочки сделал групповую фотографию, она произвела фурор и привела его к 650 продажам в месяц, против прежнего уровня 1-2 продаж в месяц. Итак, как правильно продавать винтажные духи? Специализируйтесь на продаже именно винтажных духов. Как всегда, покупатели больше доверяют продавцу, который продаёт большой ассортимент однотипного товара, чем продавцу, который продаёт всё и вся. Как ни банально это звучит, самое важное, все названия и описания пишите по-английски, это правильно, если ваша основная аудитория, весь мир, а не исключительно жители России. Пишу потому, что многие наши сограждане, как только что вылупившиеся из... Яиц цыплята составляют описание своих товаров на русском языке или на смеси русского и английского, что ещё ужаснее, к чему приводит русский язык в название и описание товара, к тому, что у этого товара не будет никакого шанса быть проданным, кто его такого будет искать. Этот постулат доказывает цифра 0 в количестве просмотров. 3. Красивые и эффектные фотографии. Если вы продаёте духи, а духи — это подарок, это радость, роскошь и удовольствие, флакончик на картинке должен излучать свет, радость, роскошь и удовольствие. 4. Пользователь. Эпси. Как огромная витрина грандиозно большого интернет-магазина рассматривает товары по их названиям в первую очередь, и уже только во вторую очередь будет читать более подробные описания. Поэтому очень важно именно в названии заложить все важные характеристики вашего товара, название духов, объём, год производства, характеристику винтажной, потому что это принципиальное отличие от всех других духов, концентрацию, состояние. Для винтажных товаров это важно, наличие подарочной упаковки и тому подобное. 5. Пользователь может искать ваши духи не только по ключевой фразе, винтажные духи, но и по названию духов, и т.д. Он может их искать и по производителю, и по общему названию, французские духи. 6. С помощью правильных слов в названии своего товара вы можете привлечь к своим духам тех пользователей, которые ищут вовсе не духи, а просто подарок. 7. Кому-то или на определённый праздник или событие, например, на День Матери. 7. На свадьбу, помолвку, день рождения и т.д. 7. Учитывайте, что американские любители духов меряют их объём не миллилитрами, а унциями. 8. Сокращённо. 9. Поэтому когда вы продаёте духи в миллилитрах, обязательно укажите аналогичный объём в унциях. 8. Винтажные духи можно продавать не только целыми флакончиками, но и просто на вес, отливая из имеющейся бутылочки некоторой объём. Вот этот продавец. 8. Этси Ком Шоп Кай Кай Парфюмс. Именно так и делает. Он показывает на фотографии оригинальный флакончик духов и маленькую бутылочку, в которую он готов отлить из большого флакона 1, 2 или 5 миллилитров винтажных духов. Чтобы не нарушать ауру дорогого подарка, маленькую бутылочку обвязывает красивой ленточкой. Если для кого-то купить большой флакон духов очень дорого, то маленькую 1 миллилитровую бутылочку позволить себе может каждый. Поэтому и продаж у этого продавца не десятки, как у московского продавца, а несколько тысяч. 9. Покупают на. Этси. Не только винтажные духи, но и флакончики от винтажных духов, наверное, для того, чтобы их нюхать. Спрос на такие флакончики, по статистике, даже выше. Поэтому если ваша бабушка так не кстати уже использовала все свои духи, можете попытаться продать хотя бы их флакончики. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»